Они раздают листовки и напоминают водителям и пешеходам о правилах дорожного движения. В родительском патруле принимает участие Татьяна Колесникова. Она мама троих детей. Приживаю за судьбу своих детей, других детей. Потому что я знаю, что постоянно гибнут дети на дорогах, в том числе виноваты водители. Акция ДТП «Мы скажем нет» была проведена в канун Дня памяти жертв ДТП. Вместе с родителями напоминали пешеходам, как правильно переходить дорогу и представители администрации. В индустриальном районе работа по снижению детской смертности и детского травматизма на дорогах ведется на регулярной основе. Специалистами комиссии по делам несовершеннолетних с субъектами профилактики во взаимодействии с ГИБДДС, с отделом полиции проводятся много мероприятий и разъяснительного характера. Мы выходим в школы, мы выходим в детские дошкольные учреждения, в средне-специальные учебные заведения. Мы проводим беседы, какие-то классные часы. У нас хорошее мероприятие «Поезд безопасности», где детям объясняется основа правил дорожного движения. Профилактические акции проходили по всему городу. В них приняли участие отряды юных инспекторов движения и представители Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. Главным событием Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий стал проезд тематической инсталляции по центральным улицам Перми, автомобиль, который был искорежен в результате дорожной аварии. Визуализация происшедшего ДТП должна была напомнить участников дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Даже если одному пешеходу нам удастся донести важность безопасного перехода, осознанного перехода проезжей части и внимательного, то цель акции будет достигнута. С начала этого года только в Перми дорожные аварии унесли жизни 25 взрослых и 6 несовершеннолетних. Валерия Ермакова, Егор Тверетинов, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта».